Здравствуйте! На канале ЭТОН-ТВ программа «Разбор полетов». Я Михаил Горин. Со мной в студии сегодня мои коллеги, журналист первого радио Павер Маргулян. Здравствуйте! И радио Река Цвизильбер. Сирийская тема продолжает оставаться в центре внимания и новое развитие она получила после того, как на прошлой неделе корабли Каспийской флотилии Российской Федерации выпустили 26 крылатых ракет морского базирования по позициям исламистов в Сирии. Во всяком случае, так говорится в официальном сообщении. Вот об этом и о том, как развивается сегодня там событие, мы и поговорим. Коллеги, перед тем, как я задам первый вопрос, я хочу процитировать президента Российской Федерации Путина, который, как сообщает информационное агентство, сказал после того, как были выпущены эти ракеты, цитата, То, что мы провели эти стрельбы из акватории Каспийского моря на расстоянии около полутора тысяч километров высокоточным оружием и поразили все намеченные цели, это, конечно, говорит о хорошей подготовке предприятий оборонно-промышленного комплекса и хорошей выучке личного состава. Конец цитаты. Вопрос в том, для чего это нужно было, потому что многие военные комментаторы выразили сомнение, что в этом была какая-то боевая или военная необходимость, и что это была, скорее, некая демонстрация. Вопрос демонстрации чего и кому? Ну, крылатые ракеты, они имеют смысл, если на них установлены какие-то ядерные боеголовки. Собственно, для этого и разрабатывали. Они для этого и нужны, чтобы донести ядерную боеголовку, потому что сама по себе крылатая ракета, она особо огромной, там, какой-то убойной силы не имеет. Если она с конвенциональной обычной, с обычным тротилом, с обычной тротиловой боеголовкой, то, собственно говоря, она особой опасности не представляет. Видимо, они решили напомнить таким образом. Кстати, это вопрос, на который американцы так и не дали ответ, что если Иран преследует чисто мирные цели в разработке своей ядерной программы, зачем ему ракетная программа, зачем ему вот эти крылатые ракеты, межконтинентальные, баллистические, если у них не будет ядерных боеголовок, эти ракеты не имеют смысла. То есть, ну да, перелетит она на другой континент и там взорвет полтора дома, если на ней установлена конвенциональная боеголовка. То есть, тратить огромные деньги, миллиарды долларов в такой, в общем-то, стране, как Иран, где есть на что тратить деньги для того, чтобы развивать экономику, например, если она тратит миллиарды долларов на создание таких вот ракет, то, значит, эти ракеты должны в конце концов что-то переносить. Точно так же и здесь, я считаю, что Россия решила просто напомнить, что либо, может быть, какие-то ракеты, старые образцы из арсеналов, которые все равно надо было демонтировать, решили вот утилизировать, использовать вот таких вот целей. У меня две версии. Понятно. Павел, а согласен с тем, что это была демонстрация, но только тогда демонстрация чего и для кого? Ой, я согласен. Ну, во-первых, мне кажется, вся операция России в Сирии – это демонстрация, демонстрация, по-моему, очень многим фронтам. Во-первых, я согласен с ЦВИ, что вот этот удар крылатыми ракетами, это, то, что называется, из пушки по воробьям стрельнули. Да, на самом деле, это мощнейшие средства, которые прилетели полторы тысячи километров, ну, взорвалась она, поразили, как они говорят, 11 целей. Ну, во-первых, демонстрация, демонстрация российской военной мощи. Это испытание, любая война – это испытание, это полигон для испытаний. Это демонстрация Америки, что Россия серьезно настроена на военную операцию в Сирии. Есть еще один момент. Значит, я специально, когда узнал об этом сообщении, посмотрел на карту, где эти ракеты пролетали, над территориями каких стран. Пролетали они на территории Ирана и Ирака. Если с Ираном у России нет проблем разрешения полета этих ракет, то Ирак там, в общем-то, воздушное пространство контролирует американцы, насколько я понимаю. То есть, они продемонстрировали силу и американцам, россияне. Во-вторых, там был еще один момент, что если мы продолжим линию полета этих ракет, то если бы они полетели бы дальше, они долетели бы до Израиля. Направление было прямо на нашу страну. И я думаю, это говорит о том, что есть согласованность действий военных. Знаете, после визита на Таньягу было заявлено, что какие-то координационные группы созданы. Ну, недавно в Израиль приезжала делегация российских военных. Зам. начальника генштаба, как я читал, господин Богдановский. То есть, наверное, одна из целей было предупредить о возможных последствиях, чтобы Израиль не напрягся, когда увидел, что с стороны Каспийского моря в нашу сторону полетели аж 26 крылатых ракет. Ну, потому что страшно подумать, к чему это могло привести. То есть, с точки зрения тактической, это демонстрация по многим фронтам российской военной мощи. У меня есть один главный вопрос, стратегический. Чем и как Россия собирается закончить эту операцию? Но, по-моему, на него ответа не знает никто. Потому что, я напомню, что на конец прошлой недели было около 60 авиационных ударов России по израильским пунктам. А страны коалиции за последние года-два сделали там их около 9 тысяч. И ИГИЛ вроде бы как был, так и есть. И как Россия собирается выходить из этого положения? Насколько она собирается потратить средств на эту военную операцию? Ну, наверное, надежды на сирийскую армию, на пехотные войска сухопутные. Ну, вопрос, какие цели ставит перед собой Россия, ввязавшись в эту, как многие считают, авантюру. И среди этих целей, помятно, есть стратегические, есть тактические. Россия заявляет, что главная ее цель – это борьба с террористами. Но тут возникает вопрос. А террористы – это кто? ИГИЛ или, скажем так, оппоненты Асада? Хизбалла, например, по российским меркам не считается террористической организацией. Хотя она там активно присутствует. А по нашим меркам – это террористы. Это первое, что мне пришло в голову, когда я услышал, как вот эти кремлевские телевизионные пропагандисты призывают к Западу, к Америку, призывают к тому, что хватит делить террористов на плохих и хороших. Террористы все плохие. При этом они состоят в союзе с Хизбаллой, там же в Сирии, которая в Европейском Союзе признана террористической организацией, в Америке признана террористической организацией, в России нет. Хамас, который в Египте признан террористической организацией, в Саудовской Аравии признан террористической организацией, в Европе я точно не помню, но в любом случае они принимают Халлида Машеля в Москве. То есть, они все время жалуются на двойные стандарты в отношении России, но двойные стандарты России тоже не чужды во всей этой ситуации. Но дело не в этом. Главная-то стратегическая задача Путина, это не борьба с ИГИЛ. Главная задача-то сохранение Асада. И это всем сегодня понятно. Именно поэтому так гневается Обама, именно поэтому негодует Европа, Эрдоган, вплоть до разрыва дипломатических отношений. Они прекрасно понимают, что Путин пришел туда со своими силами только с одной целью не дать упасть режиму Асада, режиму, который ненавистен всему сунитскому миру. Но что касается нас в Израиле, то я думаю, что нам абсолютно все равно будет там Асад или будет там другой законный президент, или будет там какая-то оппозиция. Вряд ли там будет какой-то режим, который будет к нам более дружественный, чем предыдущий. Поэтому я не считаю, что роль России, с точки зрения Израиля, роль России такая прям деструктивная, как, например, с точки зрения США. Хотя, действительно, мне кажется, что искусственное вот это сохранение Асада, который контролирует фактически два анклава, Латакию и Дамаск, и шоссе, который связывает эти два анклава. Искусственное сохранение Асада вот в этой ситуации, оно действительно замораживает этот конфликт и превращает его в долгоиграющую пластинку. И можно предположить, что еще очень и очень долгие годы там они не придут никакому общему знаменателю. Хотя, на мой взгляд, самое лучшее решение для Сирии это разделить ее на зоны, на Суницкую, Оловицкую, Курдскую, Друзскую, может быть, не знаю. И построить между этими зонами стенки и в каждой отдельно взятой зоне налаживать какую-то там местную жизнь и держаться за границы, которые были именно фактически навязаны после Первой мировой войны. Михаил, ну я слышал замечательную формулу в России, что в кого мы разбомбили, те и террористы. В кого попали, те и террористы. Но я должен сказать, что Запад, видимо, неправильно прочитал или прослушал речь Путина в ООН. Я после того, как начались первые авиационные удары российских ВВС и обвинение в том, что они бомбят не ИГИЛ, Путин говорил, что у него было построение такое, ИГИЛ и другие террористические организации. Конечно же, логично было предположить, что ИГИЛ стоит во главе, он его первым все время называл. Но оказывается, больше имелось в виду другие террористические организации. И Россия показала, что любой противник Асада противник России. И любой противник Асада это террористы. Да, и противник России. Поэтому главная их задача сохранить Асада, сохранить свое единственное место влияния на Ближний Восток, сохранить этот порт военно-технической поддержки флота в Тартусе и так далее. Они не могут позволить Асаду уйти. Хотя мой прогноз долгосрочный, что в конце концов они согласятся, найдут с Западом какой-то общий язык на то, чтобы Асад ушел. Но пришел человек, который лоялен России опять же. Россия, конечно, не может допустить своего противника, чтобы пришел он к власти здесь, в Сирии. Но я опасаюсь того варианта, если группировка или коалиция, которая сегодня, российская коалиция, это Россия, Иран, Хизбалла и Асад захватят какую-то реальную власть в Сирии. Потому что эти ребята не совсем, мягко выражаясь, наши друзья. Я бы опасался такой ситуации в сегодняшний день. Поэтому я согласен, что единственный вариант. Сирию, наверное, нельзя вернуть в то состояние, в котором она была 4 года тому назад. Страны Сирии в том понимании 4-летней давности представить себе сегодня, что она возродится и возобновиться опять практически невозможно. Скажи, пожалуйста, а что делать в этой ситуации Израилю? В чем его интересы? Ведь заметь, что с начала российской операции в Сирии, ее участие в том, что там происходит, Израиль не делал практически никаких, не то что резких, вообще практически никаких заявлений по этому поводу. Он остается вроде бы вообще как бы нейтральным. Хотя, извините меня, на нашей границе происходят бои. На нашей границе происходит то, что Россия, которая сейчас, по словам всех, собирается, поддерживает Асада в коалиции, в возможной коалиции с Ираном, практически открывает коридор поставки иранского оружия Хизбалле, нашему зреликому врагу. А мы, вроде бы, во всяком случае, внешне делаем вид, что нас это не касается. Да, да, ответ да, но, но, все-таки присутствие там России, с которой у нас есть прямой диалог, оно, на мой взгляд, для Израиля ситуацию там стабилизирует. То есть, если раньше там вообще не с кем было говорить, то теперь там есть адрес, там есть с кем говорить, и Россия вполне может призвать к порядку и Хизбаллу, и Иран, и дать Израилю определенные гарантии. Поэтому вот этот беспредел, который был до сих пор, его уже не будет. Израиль поставил четко перед Путиным своих, прочертил свои красные линии по поводу передачи российского оружия Хизбалле, по поводу требований к свободе полета в израильской авиации, и так далее, и так далее. И мне кажется, что в этом отношении, во всей этой ситуации, Россия, на мой взгляд, является неким стабилизирующим фактором. Для Израиля или вообще? Для Израиля, для Израиля, именно для Израиля. То есть, будет с кем говорить, будет кому предъявлять претензии, и так далее, и так далее. Ведь, на самом деле, вот, если вы послушаете, там, многочисленные, очень многочисленные, там, обсуждения на российских телеканалах, там, красной линией звучит такая мысль, что приход России на Ближний Восток способен изменить формат отношений между Израилем и Ираном. То есть, я в это не верю. Иран слишком фанатичная, идеологизированная страна. Но, несомненно, какие-то подвижки в эту сторону Россия будет делать, и Россия плохо понимает суть вот этих наших разногласий, что Иран к Израилю имеет. Они, вообще, это просто очень трудно понять. Тем более, что до свержения Шаха мы очень даже с ними дружили. Это было очень давно. Понятно, по живым увидим. Это было до 75-го года. Ясно, как и во всем остальном. Доживем, точнее, увидим. Продолжая эту тему, перейду к нескольким конспирологическим версиям, которые появились в эти дни. Как известно, после своего пребывания в Америке, где Биби Натаньягу выступал в ООН, он дал большое интервью CNN, в котором, среди прочего, он сказал, что Израиль не будет делать, я сейчас не цитирую, естественно, сказал, что не будет делать резких высказываний в отношении России в области ее политики. В том числе и по украинскому вопросу. Он сказал, что нас-то не касается, мы страна маленькая, и не нам как бы в это ввязываться. Хотя на трибуне он Натаньягу говорил, что помогите Израилю, почему вы молчите. Несколько противоречий. Так вот, возвращаясь к конспирологическим версиям, что эта фраза Натаньягу входила как бы в общий пакет договоренностей с Россией. И именно фраза, а вот это вот невмешательство, касающееся вот того сирийского узла, о котором сейчас говорил Цви. Это первая часть конспирологической версии. И вторая, что это очень сильно не понравилось американцам, которые вот сейчас, когда у нас началась очередная война террора, то ли интифада, то ли не интифада, американцы нас так ярко, как раньше, не поддерживают. Во всяком случае, громогласные заявления особых не делают. Что ты думаешь по этому поводу? Насколько все это правомочия? Ну, во-первых, я хочу напомнить, что Израиль с самого начала и сирийского, и украинского конфликта занял нейтральную позицию, не критикуя Россию. За что мы подвергались критике от Соединенных Штатов, были выпады в нашу сторону. Но мы, как вы говорили, в отличие от России и Соединенных Штатов, у которых геополитические интересы в этом районе, у нас есть свой четкий интерес, наша безопасность. Он во главу угла ставится. И поэтому портить отношения с Россией, у которой здесь друзья, которая поставляет оружие, которое, напомню, не поставило Сирии комплексы С-300, вроде бы по нашей просьбе и по просьбе Запада и так далее. Мы не хотели бы дразнить, так сказать, русского медведя, скажем так, в этом плане. Но я хотел бы думать, как ЦВИ, что Россия будет являться стабилизирующим фактором. Но то, что происходило за последние годы, я напомню, что за последние 2-3 года, по сообщениям Западный Прос, пресса Израиль несколько раз бомбил караваны с оружием, которые направлялись в Ливан, Хизбалле. Почему Россия тогда не могла повлиять на это дело? Я не уверен, что она будет притормозить Иран в поставках оружия в Хизбалле, который, кстати, это там конвейер, насколько я понимаю, там постоянно идут поставки оружия. И Россия будет не до этого в этом регионе сейчас. Им надо добраться со своими целями. Хотя Владимир Владимирович Путин заявил, что интересы Израиля, мы будем действовать ответственно, напомню от его слова, и мы будем как бы соблюдать интересы Израиля. В то же время, после встречи на Таньягу, были вот такие оптимистические речи, но после встречи Путина с Обамой в кулуарах ООН, он, выйдя со встречи с Обамой, сказал, что мы будем соблюдать интересы, но нас напрягают нарушения Израилем воздушного пространства Сирии. То есть я не уверен, что Россия будет стабилизирующим фактором, и когда дело дойдет до дела, я не представляю ситуацию, вот если наша разведка получит информацию о том, что направляется очередной караван в Хизбалле. Что мы будем делать, с учетом того, что там российская авиация, российское противовоздушие, ПВО там есть, и корабли, так сказать, в Каспийском море стоят, и вроде бы есть, и в Средиземном море идут корабли российские сюда, вот к сирийскому побережью. Как все будет происходить? Как, я понимаю, как Россия с нами согласовывает свои действия, она предупреждает, что мы там, мы будем бомбить, то есть полетят самолеты. Что мы будем говорить России, если мы соберемся бомбить? Россия, которая является союзником Ирана, мы будем их предупреждать о том, что мы будем собирать, что мы будем бомбить караваны иранского оружия, поставляемые в Хизбалле. Я трудно себе представляю эту ситуацию и не знаю, как это вообще будет развиваться. Вопрос в том, можно ли серьезно воспринимать всяческие заявления, которые сыпятся сейчас, как из рога изобилия, потому что, вспомните, сначала было заявление о том, что Россия и Израиль создают совместный военный координационный центр, потом наш министр обороны заявил, что никакой координации нет, после этого к нам приезжает делегация российского генштаба, а другие высокопоставленные израильские военные заявляют о том, что ничто не помешает израильским вооруженным, воздушным силам действовать при необходимости в небе Сирии. Ну, значит, я все-таки считаю, что какая-то координация будет, и точно так же Израиль позвонит туда и скажет, ребята, вот мы знаем, что тут идет караван, остановите, или мы вмешаемся. То есть, я думаю, что вряд ли Россия решится на то, чтобы атаковать израильские самолеты. Я не уверен, что сейчас какой-либо караван сможет пройти по территории Сирии без того, чтобы Россия о нем не знала. Потому что они сейчас там прочесывают всю эту территорию, они следят за всеми террористами. Я вам больше скажу, есть надежда на то, что сейчас Россия поменяет свое отношение к вот этим вот стандартам, скажем так, потерь среди мирного населения, да, потому что вряд ли Россия будет использовать для вот этих точных ударов такую точную и дорогую технику, как использует Израиль. Конечно, будут жертвы среди мирного населения. И Россия, которая всегда и везде голосовала за осуждение Израиля, там из-за какой-то, из-за там даже самых минимальных жертв, стандарты, которые не может себе позволить ни одна другая армия мира. Есть надежда на то, что не будут нас теперь так усиленно осуждать, и в этом смысле Россия, все российские там более-менее вменяемые комментаторы говорят, ну да, вот такие правила игры не может при войне с террором не быть жертв среди мирного населения. Я сразу вспоминаю президента Медведева, когда был захват Мави Мармары, он с таким трагическим лицом сказал, что каждая человеческая жизнь, это целый мир, вот я предлагаю эти слова написать на каждой российской бомбе, которая следует в Сирию. Ну, смотрите, Россия уже заявила, что ей трудно поражать цели в Сирии, потому что террористы прячутся в школах, в больницах, прикрываются живым щитом, то есть все то, что говорил Израиль, когда происходили, из-за чего нас осуждали. Они сейчас абсолютно оказались в роли Израиля. Любая страна, которая воюет с террором, оказывается в роли Израиля. Что делать? — Коллеги, последний вопрос. Я понимаю, что гадание на политической и военной гуще — это дело неблагодарное, но тем не менее, по вашему ощущению, чем все это кончится? Я говорю об ощущениях. — Чисто интуитивно? — Да, пожалуйста. — У меня есть интуитивное ощущение, что это закончится плохо. Коалиция, которая находится в Сирии уже давно, я имею в виду коалицию во главе с Обамой, то, что они до сих пор не смогли ничего сделать с исламским государством, это дает понять две вещи. Первое, что уничтожив бомбами вот этих юнцов, у которых выросла борода, и которые начитались с Фейсбука и поехали туда воевать, ты не уничтожишь ИГИЛ. ИГИЛ — это прежде всего идеология. С идеологией ИГИЛа никто фактически серьезную борьбу не ведет. Ни в социальных сетях, ни на законодательном уровне. Почему? Потому что ты начнешь бороться с идеологией ИГИЛа, это тут же перерастет в исламофобию, в борьбу с исламом. Потому что они очень плотно переплетены. И когда все политики один за другим говорят, что ИГИЛ — это не ислам, ИГИЛ не имеет ничего общего с исламом, это не так. Все игиловцы ходят в те же самые мечети, в которые ходят мирные исламисты. Именно поэтому идеология эта остается не просто неприкосновенной, ислам вне критики. Нельзя, если ты критикуешь ислам, ты провокатор. И тебя надо осудить. И печальный опыт Шарли и Бдо подтверждает, что это действительно так и в Америке, и в Европе. Теперь второе. Европа не готова сегодня к тому, что завтра халиф отдаст приказ, и все вот эти спящие ячейки ИГИЛа достанут свои ятаганы и выйдут на улице отрезать голову. Европа к этому не готова. Я уверен, что Россия тоже к этому не готова. А в России, я думаю, спящих ячейки ИГИЛа не меньше, чем в Европе. Я имею в виду не только регионы, населенные мусульманами, я имею в виду и крупнейшие центры, такие как Москва и Санкт-Петербург. Если начнется массовая вот такая вот кровавая волна, халиф Абубакр уже отдает приказы, объявляет джихад России и так далее. Или произойдут очень крупные теракты, вроде напоминающие 11 сентября и так далее. Если произойдет что-то такое, это может совершить действительно поворот во всей этой истории. Павел. Есть два направления. Первое, я опасаюсь, вы же знаете, что Саудовская Аравия заявила, что они объявляют джихад России за то, что они могут подключить все свои силы, которые у них есть. Это не было официальным заявлением. Нет, но это было заявление, что может быть это не на правительственном уровне, а на уровне религиозных лидеров каких-то. Может случиться, во-первых, та же самая ситуация, что и в Европе. То есть те, кто поехали вевать Сирию, а Россия признает, что несколько тысяч россиян, и жителей и Кавказских республик, и россиян самих воюют в рядах ИГИЛа. Они могут начать возвращаться туда. Приводится цифра около двух тысяч. Они могут начать возвращаться туда. Но если, при всем том, что там сейчас полный туман, я думаю, если меня прижать к стенке и спросить, чем все это закончится, я бы сделал такой анализ. Значит, сирийская оппозиция во главе с ИГИЛом в последнее время была в динамике и наступала. Они прижимали и прижимали Асада и надеялись на то, что в конце концов они его прижмут к стенке и победят полностью. Сейчас они понимают, что у Асада есть такой здоровенный друг с сильными мышцами, который не даст им этого сделать. И до этого они не соглашались на переговоры с Асадом. Возможно, поняв, что Россия станет за Асадом всей мощью своей армии, возможно, они согласятся на какие-то переговоры и это приведет к какому-то разделению Сирии, которое будет достигнуто за каким-то столом переговоров. Потому что иначе другого выхода из этой ситуации, кроме затягивания конфликта на много-много лет, я просто не вижу. Спасибо. Я не согласен, что ИГИЛ пойдет на какие-то переговоры. ИГИЛ не принимает ни демократию, как таковую. ИГИЛ не забирается быть участником неких политических процессов. Они останутся на той территории, где они есть возможности. Они останутся на тех территориях, на которых... И будет иметь дело с западной коалицией. Понимаешь? Ну, мы договорились, что это все гипотетические мнения, поэтому не люблю эту фразу, но поживем-увидим. Спасибо, коллеги, за этот разговор. Я напоминаю, что со мной в студии были журналисты Павел Маргулян и Цви Зильбер. Всего доброго. До свидания.